А вот молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» не сумела завершить выездную мини-серию на мажорной ноте. Магнитогорцы в Тольятти встретились с ладьей, который в августе дважды проиграли на предсезонных турнирах. И вновь уступили более взрослому сопернику. Подробности далее. Волжане открыли счет уже на четвертой минуте. Данил Бородин продавил самого опытного защитника в нынешнем составе магнитогорцев Вадима Лукина и переиграл Егора Крамзина. После яркого матча в Ярославле лидеры нападающие гостей ушли в тень. Капитан Лисов Андрей Козлов все же сумел заработать свой дежурный балл за результативность. Незадолго до перерыва он оставил шайбу Ивана Кудрину, тот сделал великолепную диагональную передачу на дальнюю штангу и 16-летний защитник Артем Гончар забросил свою первую шайбу в МХЛ. Во втором периоде магнитогорцы шесть раз играли в большинстве. Около 140 секунд провели в пятером против троих соперников, нанесли 16 бросков, но отличиться так и не сумели. Гостям явно не хватало уверенности в завершении атак, а на последнем рубеже тольяттинцев великолепно действовал Данила Овчарик. В середине заключительного отрезка Лисы получили уже девятое численное преимущество за вечер и снова не смогли забить. Более того, пропустили решающий гол. В меньшинстве индивидуальным мастерством плеснул один из лидеров ладьи Владислав Ромачев, которому в ноябре уже исполнится 20 лет. На последних секундах встречи уже в большинстве отличился еще один опытный игрок-волжан Дмитрий Иванов. Его бросок и подвел итог матча 3-1. С двумя очками из четырех возможных магнитогорцы вернулись домой. Первую серию на родном льду они начнут 17 сентября встречей с мамонтами игры. Павел Зайцев, телекомпания ТВ.